Всем привет! С вами беседка в культурном центре Белые облака и я ее ведущая Эвелина. Сегодня у нас в гостях яркий представитель уникального направления Organic Music, группа Marimba Plus. Ну что ж, мы начнем с композиции, которая посвящена африканской культуре. Называется она Afrobeat, африканский бит. Африканский бит. Африканский бит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Marrakech 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 название с расчетом на то, что коллектив может расширяться до просто... То есть это может быть и основной состав, и плюс оркестр, и так далее. То есть огромное количество инструментов, которые прибавляются. То есть мы всегда говорим «да», и у нас поэтому плюс. Везде. Мы открыты к сотрудничеству. Я сегодня весь концерт пыталась определить жанр, но не смогла. Провал. Давайте. Итак, Евелина, жанр, в котором работает Marimba Plus, называется Organic Music. Органическая музыка. Вообще это направление появилось несколько лет назад, может быть, года четыре назад, и оно появилось в электронной музыке. Но из электронной музыки постепенно музыканты стали проникаться этим направлением. Organic Music означает, что у тебя очень много органических сэмплов, звуков, звуков природы и вообще всего живого. И это все вплетается органично, организуется с разными другими стилями. Вот в электронной музыке это с house music и так далее. А у нас это органично все переплетается с разными стилями от world music, электроники, где-то академические традиции, где-то, ну, то есть очень много всего. Поэтому Лев это название органично экспроприировал. Ну и сейчас это еще очень модная тема. Мне кажется, сейчас никто там не купит молоко, если не написано там эко или органик или что-то такое. Конечно, конечно. А мы вообще модные ребята. То есть мы стараемся быть, да, как бы не отставать. Хотя, в общем, 25 лет мы существуем, тем не менее. Скоро будем на молочной продукции. Сырые. Конечно. Мне кажется, неплохо будете выглядеть. Беленькие как раз все такие. Расскажите какой-нибудь смешной случай с гастролей. У вас вообще много гастролей? Насколько проекта коммерческим можно назвать? Ну, можно назвать коммерческим, безусловно. Гастролей было много, и они постоянно присутствуют в нашей жизни. Вас интересуют именно смешные эпизоды? Что-нибудь либо трогательное, может быть. Ну, яркие можно. Яркие, можно сказать яркие. Было случай, когда мы гастролировали с Данилом Борисовичем Крамером. По-моему, в Пермь, кажется, да? И вот трогательный случай был, когда мы с Маримбой на плечах буквально пролезали под поездом, который трогался в этот момент. И поэтому этот случай... Трогательный случай. Трогательный случай. Ваш поезд трогался. А вы трогались? Да, трогались вместе с поездом. Немножко ускорились, чтобы успеть пролезть дальше на следующий эпизод. Господи, это вы так торопились на концерт? Ситуация была так и такова, что, ну, Маримба — это очень большой инструмент. Когда его собираешь в чехлы, это тоже все равно большие чехлы. И нам надо было попасть на другую сторону платформы. И никак туда невозможно было попасть, иначе мы опоздали бы на поезд. Просто с концерта надо было бежать бегом на поезд. И единственный был вариант — это пролезть под поездом. Мы начали это делать, причем надо отдать должное Данилу Борисовичу Крамеру, который просто... Ну, это спецназ. Просто форма сумасшедшая. Потому что он вот так вот в кувырке, просто с Маримбой, под поезд туда, и он уже на той стороне. Он практически весь инструмент нам помог перетащить. Вот, представляете? Вот, это был такой действительно трогательный момент. Он нас и вывез оттуда. Он нас и вывез оттуда, да. То есть вы ему обязаны... Обязаны, да. Нашей карьерой, да. Спасибо Данилу Борисовичу. Огромное. Я бы сказала, что один из таких самых комфортных для меня коллективов, потому что ребята очень веселые и очень свойские. И мне кажется, что с самого начала мы как-то нашли контакт. Ну, и не было такого, что, типа, девчонка в коллектив пришла. Вот, сразу было как-то, что мы все прям так нашли волну. Сдружились? Да, сдружились, да. А ты классический музыкант, да? Нет. Я по образованию эстрадно-джазовая пианистка. В общем, я закончила Ордынку и Гнесинку джазовый факультет. Вот. Ну, классика у меня, безусловно, тоже была. Ее было много, и она очень много мне дала. Но направление, профиль именно джазовый. Маринбо Плюс — это коллектив, который практически на каждый концерт, ну, мы меняем немножко программу, мы делаем новую какую-то вещь, еще что-то. И вот мне очень нравится Олесина реакция. Олесь, мы играем «Посвящение Баху», а это произведение там, которое там, ну, достаточно сложная, полифоническая там фактура, да, все это прям, да. Олесь, хорошо. И все. На следующий концерт мы играем «Посвящение Баху». То есть, ни разу не было такого, что, не, не, ну, ты знаешь, старик, не, я не готов, я не могу. Я джазовый музыкант, да, любые абсолютно задачи выполняются, все делается, все накручивается. Коллектив стал, благодаря Олесе, звучать насыщенно, модно, из-за звуков, из-за синтезирования, из-за работы с саундом. Ну, фактура глубокая такая, да. Да, продюсирование саунда очень важно, и вот, я думаю, если мы поговорим о новом альбоме, то это будет очень важный момент как раз. Мы можем поговорить о нем прямо сейчас, у нас есть удивительный шанс. Ура! Расскажи, да, о новом альбоме, отличается ли он чем-то от старых, как вообще развивается музыка? Я так понимаю, ты музыку пишешь? Да. Какие, может быть, изменения в жизни произошли в музыкальной, во внутренней? Да, да, да. Какие-то разились, да, в альбоме? Новый альбом называется In Another Dimension, то есть это в другом измерении, и весь альбом получился очень глубоким, и, наверное, первая пластинка, которая, каждая композиция, ну, открывает какую-то чакру внутреннюю. Как раз удачное место про чакры поговорить. Да, 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 здесь об этом очень уместно говорить, и мне кажется, что этот альбом заставляет заглянуть не во внешнюю какую-то среду, а именно во внутреннюю, то есть внутрь, вглубь себя, найти космос внутри себя. И вот этот альбом, он весь про это, он, каждая вещь, это событие из моей жизни, это пережитые какие-то эмоции, которые я просто не мог не записать и не выплеснуть их вот на инструменте, аранжировать, и потом мы очень долго работали вместе с коллективом Marimbo Plus на записи, и Михаил Зуев, наш саунд-продюсер, он же саксофонист, сделал просто, ну, какую-то невероятную работу со звуком, с фоспродюсированием, с инструментами, с оркестровками, с симфоническим звучанием, с электронным звучанием, поэтому это первая такая работа, которая очень сильно отличается от других пластинок, тем, что, ну, детализация просто колоссальная, именно звуковая. не просто вот весь бэнд сел и сыграл живьем как акустический коллектив, а именно работа со звуком, с пространствами, с задачами, с открываниями вот этих вот эмоций, которые были у меня внутри, и, ну, мне кажется, что вот с Михаилом мы с Зуем очень хорошо справились. Есть ли какая-то глобальная цель, которую ты полагаешь на музыку, на свою музыку вот в отношении слушателей своих? Глобальная цель есть, конечно же, это открывание своего сердца, открытие, открытие, полностью открываться, полностью доверять своему сердцу, своим чувствам, и это про это. А был ли ты когда-нибудь свидетелем того, что это произошло? Конечно, это постоянно происходит, и удивительно, что даже это происходит на концертах, когда звучит какая-то композиция, потом ко мне подходит, например, ну, какой-то, ну, очень крупный мужчина, о котором, ну, ты совершенно не можешь сказать, что вот именно он к тебе подойдет со словами, что я плакал вот на этой вещи, я плакал, потому что вы открываете своей музыкой вот такие эмоции. Дело в том, что это происходит и с нами тоже, то есть мы из концерта в концерт можем играть одни и те же вещи, но они влияют каждый раз, ну, как в первой. У меня, например, на прошлом концерте было такое, что у меня слезы выступают, хотя мы играли что-то, что мы играем очень часто. То есть это до сих пор влияет, несмотря на то, что у нас в этот момент куча других задач, которые связаны именно с исполнением этой музыки, она все равно умудряется на тебя влиять. И, кстати говоря, мы преследуем ту самую цель, получение действительно настоящего удовольствия от игры, от процесса самого, и мы его получаем. Ну, не зря это все творится и происходит. Сергей, вы получаете удовольствие? Да, я безусловно получаю. Я просто часто вспомнил одного человека, который как-то подошел ко мне несколько лет назад после нашего концерта и сказал, вы знаете, я благодаря вашей музыке живу дальше, то есть я уже хотел уходить из этой жизни, и ваша музыка меня спасла. Был такой случай. А было ли что-то в вашей жизни, что спасло вас подобные ситуации? Я в целом чувствую, что я как бы иду в правильном направлении, и то, где я сейчас, это то, где я должен быть. И то, что я играю в этом коллективе, то, что мы все играем, работаем на общую мировую душу. И мы, и зрители, которые в этот момент нас слушают, то есть происходит как... Ну, что-то всегда необыкновенное, особенно последние вот концерты, я всегда чувствую, что происходит какое-то волшебство во время концерта, и потом даже это остается на следующий день, это какое-то впечатление еще, оно живет с тобой, ты понимаешь, что как бы вот ты живешь не зря. Мы уже живем в ожидании следующего концерта. Поэтому это тоже приятное ожидание. А по каким признакам можно понять, что ты находишься на своем месте? Потому что это интуитивно тебе как бы изнутри идет вот это вот ощущение, что вот ты хочешь находиться в этом месте, и вот тебе хорошо вот сейчас, в тот момент, когда ты занимаешься творчеством, со-творчеством. И, ну, это как бы интуитивно, ты понимаешь, что все идет как надо. Еще у меня такое глубокое ощущение, что именно то, что ты на своем месте, то, что ты играешь, ту музыку, которую ты чувствуешь, которую ты искренне любишь, а не ты это делаешь там за деньги или потому что это кто-то от тебя что-то просит, а ты просто так чувствуешь, и тебе ты не можешь ее не играть. И это полная гармония. То есть когда есть вот эта гармония того, что ты делаешь, с тем, что ты хочешь делать, вот это идеальное сочетание, потому что когда ты получаешь по-настоящему удовольствие от того, что ты делаешь, значит, ты искренен с собой. А у меня в жизни, и вот у нас с Ильей, мы просто очень много лет вместе, мы вот с самого начала коллектива 25 лет, и до этого еще, как я и молчу. В общем, это очень долго, сколько мы с Ильей дружим, да. И я могу сказать, что судьба не раз пыталась нас вот в какие-то, там, допустим, коммерческие истории засунуть прям. Вот давайте вы сейчас будете вот это делать для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот только. Да, то есть типа ладно, мы забьем на то, что нам это не нравится, что это вообще не наша музыка, но мы будем этим зарабатывать деньги. И каждый раз судьба нас просто вот коленом под зад оттуда, просто вот, ну как из пробки выталкивала. И мы каждый раз все равно делали то, что нам нравится, и каждый раз это помогало нам зарабатывать деньги. То есть, когда ты искренен с собой, когда ты по-настоящему чувствуешь, что и куда тебе надо двигаться, в музыке, не в музыке, это не важно абсолютно. В любом деле, в любой профессии. Если ты искренен с собой, тебе открывает вселенная все. И вот сейчас мы находимся, мне кажется, вот в такой интересный период, когда вселенная, Бог помогает нам просто, ну это невероятные какие-то волны, какие-то потоки, которые мы просто, мы крылья раскрыли и летим. Все. А был ли некий момент дна? Прям абсолютного дна, когда... Конечно, конечно, как у всех. Как у всех были взлетки. Как из него выбраться? Выбраться очень просто. Делать, делать, продолжать делать, играть, верить, и никогда не сдаваться. И трудные моменты, это очень круто, потому что, когда у тебя возникают какие-то сложности, когда ты, вот как вы сказали, дно, на самом деле дно, это круто, потому что ты всегда от него можешь оттолкнуться. Это не бездна, это дно. Это классно, потому что ты раз, и пошел вверх. И вот такое было у нас, и это было очень круто, потому что мы оттолкнулись, и все время идем теперь вверх. У нас еще есть некие карты. Нам вот их предоставили сегодня, и мы сейчас с вами сможем на них погадать. Давайте, задавайте каждый какой-нибудь вопрос. Сколько лет осталось этой земле? Каждый человек Буду в начале его пути поливать цветок сердца, что-то оно не вижу, плохо видно, благоговением и репетом. Мы выживем, если будем поливать цветы. Оберегать от непогоды, мудростью знания, иметь поддержку в виде учителей рядом. Как прекрасно. У нас сегодня серьезный карты. Прошлый раз были матные. Жить не задумываться о конце жизни, правильно? Вот суть в этом. Вопрос сначала надо, да? Где мы будем через год? Приглашение к сотворчеству. Приглашение к сотворчеству, воплощение мечты. Порой стоит признать, что нам нужна помощь. И тогда Вселенная посылает нам тех, кто близок по духу, чтобы мы смогли реализовать задуманное на земле. Вместе мы сотворяем новые миры и превращаем идеи в реальность. В любом случае... Восхитительно, по-моему, да? Давайте. Чем стоит заняться мне еще в этой жизни? В этой жизни. Все богатства мои дарованы тобой. Привлекать, хранить, проводить, быть инструментом в Божьих руках, быть щедрым, благодарным, быть принимающим. Все принадлежит Ему и знаю, что не попрошу, все даст мне. Надо, мне кажется, в религию. Ты понял, да, Сережа? Вопрос, как изменится или не изменится моя творческая деятельность за год? Я у тебя списала, но не до конца. Я есть любимое дитя Бога. Все мои молитвы слышат. Обо всех моих чаяниях знают. Я доверяю, я верю, во мне мир. Меня устраивает. Всех все устраивает. Прекрасные карты. Спасибо вам, ребята. Надеюсь, еще увидимся. Спасибо большое, Елена. Спасибо вам. На концерте, да? Да, приглашаем всех. Мы играем всегда, каждый месяц в клубе Алексея Семеновича Козлова. Являемся резидентами этого клуба, поэтому благодарим этот клуб, благодарим это место, беседку, благодарим вас. Было очень круто. Спасибо всем зрителям, всем слушателям, которые были сегодня с нами. Так что увидимся на концертах. И слушайте новый альбом In Another Dimension. Восьмой альбом группы Марин Боплес. Это была беседка. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на все наши ресурсы, ставьте лайки и поддерживайте обязательно нас на Boosty. До следующего раза. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok